Здравствуйте! В студии Юлия Кузнецова. Сегодня я и мои коллеги подведем итоги уходящего 2018 года. Начнем, пожалуй, с самого главного – безопасности наших детей. В этом году статистика по детской смертности резко подскочила вверх. Выпадали из окон, задыхались на пожарах и добровольно сводили счеты с жизнью. По данным Следственного комитета, за этот год в области погибли 50 детей и подростков. Причины смерти абсолютно разные. Так, наша область побила новый антирекорд по выпадению детей из окон. Жертвами оконной эпидемии стали 25 малышей. Трое из них погибли, 22 получили травмы различной степени тяжести. Девять несовершеннолетних погибли на пожарах, трое от отравлений ядовитыми веществами. Проблемной темной остается подростковый суицид. В этом году пять человек добровольно ушли из жизни. Еще 13 спасли после попытки суицида. Сейчас за всеми наблюдают психологи. Еще одна беда в нашей области – заброшенные здания. В мае шестилетняя малышка погибла под завалами частной хозпостройки. Летом 12-летняя девочка забралась на крышу заброшенной сельской фермы. Шифер не выдержал, и подросток рухнул вниз с пятиметровой высоты. К счастью, девочка осталась жива, хотя и получила множественные ушибы. Следственный комитет и региональные уполномоченные по правам ребенка проводили рейды по заброшенным объектам области. Выяснилось, что многие из них даже не огорожены. Местные власти немножко осознали эту проблему и составили хотя бы реестры объектов, которые относятся к опасным, в первую очередь для детей. Теперь задача отыскать всех собственников и отыскать средства, чтобы можно было минимизировать последствия от влияния таких объектов на окружающую среду. Жизни более 260 человек, как детей, так и взрослых унесли дорожные аварии. За этот год в области произошло более 2,5 тысяч ДТП. Цифры меняются каждый день, но в целом соответствуют показателям прошлого года. Чего не скажешь о статистике мотоаварий. В этом году число ДТП со скутеристами и мотоциклистами увеличилось, и что печально именно по вине владельцев двухколесного транспорта. Байкеры разбивались о бетонные блоки посреди дороги, пытались уйти от погони сотрудников ДПС и неправильно выбирали скорость и дистанцию. А вот дети, напротив, на дороге стали более ответственными. Количество травмированных детей в салонах автомобилей увеличилось, сократилось количество участников как пешеходов. То есть в большей степени виновность при ДТП с участием несовершеннолетних это виновность взрослых. То есть дети переходят дорогу по правилам дорожного движения. Теперь о политике. Самые главные и самые неожиданные изменения произошли в минувшем году именно на политической арене региона. Смена губернатора и перераспределение партийных кресел в областном парламенте поколебали позиции правящей партии в регионе. Вместе с губернатором обновилась и вся команда, причем представлена она была лишь под конец года. Прежний губернатор стал аудитором счетной палаты, а новый теперь отбивается от нападков федеральных СМИ и пытается успеть выполнить поручения президента. Обо всем по порядку. В нашем следующем материале. Сентябрьские выборы не предвещали больших перемен. Почти все каналы региональные и федеральные рассказывали о том, что мы живем в одном из лучших регионов России, куда привлекаются инвестиции и где делаются реальные дела. Светлана Орлова колесила по области, проводила встречи, раздавала поручения и обещания. Но в единый день голосования 8 сентября оказалось, что далеко не все хотят видеть Орлову в кресле губернатора. За нее проголосовали лишь 36,5% избирателей. За ближайшего оппонента Владимира Сипягина голоса отдали 31%. Скажу честно, не ожидала, что первый тур пройдет так, как он прошел. И, конечно же, переживаю. Переживала Светлана Юрьевна не зря. Несмотря на все усилия, во втором туре выиграл Владимир Сипягин. А Орловой пришлось покинуть регион. При такой невысокой явке оказалось, что равнодушные остались дома, а как раз такие активные и негативно настроенные вдруг пошли и проголосовали. Закрывая историю Светланы Орловой, можно лишь дополнить, что на работу она устроилась в счетную палату. Что же осталось во Владимирской области? Вслед за Орловой свои посты в администрации стали покидать ее замы и руководители некоторых департаментов и комитетов. Алексей Кунышев, по слухам, уволил себя сам, пока губернатор Сипягин был в командировке. В результате из старой команды остались лишь Вячеслав Кузин и Александр Трутнев. Пять замов приехали работать во Владимирскую область из других регионов. И представить новую команду губернатор смог лишь во второй половине декабря. А членов старой команды, по сути, обвинил в том, что они бросили область в сложное время и поставили под удар выполнение стратегических для региона задач. Когда они находились в отпуске и отдыхали, а должны были заниматься важнейшими вопросами, связанными с ускорением процесса по выполнению поручений президента Российской Федерации, Владимира Путина, по ремонту больницы Струнина, например, по решению проблем, связанным с переселением из аварийного фонда жилья. Про больницу Струнина и аварийный фонд Сипягин, вероятно, обмолвился на брифинге не случайно. Не успел новый губернатор приступить к своим обязанностям, как на него обрушилось внимание федеральных СМИ, которые, по сути, обвинили нового главу региона во всех бедах Владимирской области, а заодно прошлись по депутатам от ЛДПР, с которыми общается Сипягин. И даже заподозрили нашего Владимира Владимировича в том, что у него поддельный диплом. Мы живем с вами в небольшом городе, где все друг друга знают. Невозможно было бы скрыть факт отсутствия высшего образования уже на стадии предвыборной гонки. Все эти факты говорят о том, что высшее образование нашего губернатора есть, диплом у него подлинный. Сам же губернатор, сославшись на то, что у него есть 100 дней, так и не провел в уходящем году итоговую пресс-конференцию, чтобы рассказать о своей работе представителям Владимирских СМИ. Теперь о законодательном собрании седьмого созыва. Его состав мы с вами тоже выбирали в сентябре. Единороссам пришлось потесниться в облпарламенте. У них осталось всего 23 места вместо 32 в предыдущем составе ЗАГС собрания. У коммунистов стало 7 мест. У ЛДПР теперь 4 места, до этого было 2. У СССРов 3 места, в предыдущем ЗС было 2. И одно место получил представитель КПСС. У нас впервые за последние несколько созывов будут присутствовать представители не 4, а 5 политических партий. Хотелось бы, чтобы это разнообразие реально отразилось на работе областного парламента. Изменения произошли и в региональном отделении партии «Единая Россия». Из-за перехода на работу в Совет Федерации Ольга Хохлова сложилась с себя полномочия председателя. Ее место занял руководитель региональных парламентариев Владимир Киселев. Теперь он возглавляет областных единороссов. И делать Киселев намерен это не из кресла своего кабинета, а работать с людьми на местах. Если человеку партия доверила возглавлять район, возглавлять какое-то муниципальное образование, то, соответственно, этот человек не должен почивать на лаврах. Он должен, во-первых, полностью отрабатывать эту должность. Во-вторых, в обязательном порядке уметь общаться с людьми, рассказывать людям. Ни в коем случае не бегать от людей. Сама же партия власти после результатов сентябрьских выборов всерьез задумалась о своей работе и решила взять курс на обновление. Его обсудили на декабрьском съезде. А результаты работы как партии власти, так и нового губернатора будем ждать уже в следующем году. Никита Каргаев, Юлия Кузнецова, Шестой канал. Теперь о коррупции. Этот год стал логичным продолжением предыдущего. На скамье подсудимых оказались те, кто попал в поле зрения следствия в 2017 и 2016 годах. Но появились и новые громкие задержания и уголовные дела. Среди тех, кто ждет суда, бывший главный налоговик области и бывший руководитель Росгвардии. А вот экс-вице-губернатору по строительству приговор уже вынесен. 11 лет колонии строгого режима и 28 миллионов штрафа за взятки в строительной сфере. Алексей Дудин напомнит о главных коррупционных делах этого года. Год начался с громкого ареста. Сразу после новогодних каникул региональные следователи задержали бывшего руководителя областной налоговой службы Сергея Кошелева по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Проработал в фискальной системе региону Кошелев почти 20 лет. 4,5 года до апреля 2017 был руководителем областной налоговой службы. И, как говорят предприниматели, кошмарил бизнес. Основание такое вне налоговой проверки. То есть не открывая проверку, ничего, на нас давят. Естественно, контрагенты, даже те, которые работают с нами, отказываются. Ну, естественно, как будто мы под подозрением каким-то находимся. Самым статусным коррупционером можно назвать Дмитрия Хвостова. Попался в поле зрения следствия он два года назад за взятки. Но судебный процесс завершился только в 2018-м. Чиновник из команды бывшего губернатора Светланы Орловой курировал региональное строительство. И, как выяснилось, с финансовой пользой для себя. Всего Хвостову инкриминировали 4 эпизода получения взяток от владимирских застройщиков на общую сумму более 20 миллионов рублей. Любой взяткополучатель имеет, скажем так, очень хороший интеллект. При переговорах никто не говорит, дай мне денег, взятку и так далее. Деньги называются как угодно. Здесь, скажем, я думаю, позвучит дальше, они называются литрами. В итоге более чем за 20 литров Хвостову приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Также бывший зам губернатора должен заплатить штраф государству 28 миллионов рублей. Еще один бывший зам Светланы Орловой сейчас тоже находится под следствием. Елену Мазанько, экс-заместителю губернатора по имущественным и земельным отношениям, также подозревают во взятках. По версии правоохранителей, брала она их от предпринимателей за содействие заключению государственных контрактов. Кроме этого, в отношении Мазанько, которое прославилось золотыми ёршиками, возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Превышение полномочий». Прогремела в минувшем году и фамилия Шляхова. Бывший директор комбината «Тепличный», а также муж экс-предсекретаря губернатора Орловой подозревается в коррупции. В деле шесть эпизодов. Это получение взяток, хищение имущества предприятия в крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями, в результате которых на «Тепличном» образовались миллионные убытки. Материал исследователи передали в суд. Причем на первом же судебном заседании главный фигурант через адвоката заявил, что не доверяет служителям Фемиды Ленинского района. У меня как защитника подсудимого Шляхова совместное заявление об отводе судьи Смирнову и иным судьям Ленинского района в судах Владимир. В связи с тем, что мы считаем, что все абсолютно судьи данного суда заинтересованы в неблагоприятном для Шляхова исходе рассмотрения данного уголовного дела. К слову, в уходящем году не обошлось и без коррупционных скандалов с самими правоохранителями. В получении взяток заподозрили экс-начальника регионального управления Росгвардии Алфию Мокшину. И тут речь идет вовсе не о миллионах. По версии следствия, Мокшина закрывала глаза на некоторые дисциплинарные нарушения своих подчиненных и за это требовала с них деньги. А в СМИ Алфия Мокшина громко заявляла, что руководитель должен быть мудрым. Наверное, любой женщине присутствует женская мудрость, которая сглаживает те острые углы, которые, наверное, не сможет сгладить мужчина. В злоупотребление должностными полномочиями следователи заподозрили в этом году и прокурору города Владимира Илью Копытина. По версии сотрудников следкома, он в корыстных целях вступал во внеслужебные отношения с лицами, чью незаконную коммерческую деятельность должен был пресекать. Однако за подследственного прокурора вступилось областное и федеральное руководство надзорного органа. В результате постановление о возбуждении уголовного дела было отменено. Само решение, выводы, сделанные следователями, еще основывается на объяснениях, которые получены от заинтересованных лиц и совершенных оперативно-розыскных мероприятий, мероприятиях, которые также получены с нарушением уголовно-процессуального законодательства. Отличились в 2018-м и депутаты. В этом году в Управлении по вопросам противодействия коррупции впервые издавали декларации о доходах народные избранники городских и сельских советов. И вот выяснилось, что один из депутатов ежемесячно получал соцвыплаты, которые ему по закону не положены. Всего за год, речь идет о 2017-м году, было получено им 127 тысяч рублей, которое в соответствии с законом предусмотрено только малообеспеченным семьям. В данном случае мы говорим о доходе семьи из пяти человек, который составлял 98 миллионов. Тяжело говорить о том, что эта семья была малообеспечена. А главу администрации города Карабаново Александровского района Наталью Помехину заподозрили в том, что она отбирала у подчиненных премии. Речь идет о 100 тысячах рублей. И если вина чиновницы будет доказана, ей грозит до 7 лет лишения свободы. Но об этом мы узнаем не раньше следующего года. Алексей Дудин, Шестой канал. Запомнится этот год и тем, кто работал на некогда градообразующих предприятиях нашего города. И запомнится со знаком минус. В 2018-м закрылся Владимирский моторотракторный завод, а все его сотрудники оказались на улице. Весь год штормил и автоприбор. Людям не платили зарплату, не давали информацию, а в результате многих сократили. Есть ли смысл надеяться на возрождение этих промышленных гигантов, задумались мои коллеги. В эпицентре заводской лихорадки оказался автоприбор. И еще в марсе стало известно, что помещение предприятия выставили на продажу. А уже в апреле сотрудников распустили вынужденный отпуск. Всех сокращают или как? Не сокращают, временно на месяц. Условия-то теперь какие? На месяц отдыхаете? Да. Потом приходим, что там скажут. Через месяц? Да. А зарплату будут за этот месяц платить или как? Обещаю две трети. Но уже в конце следующего месяца по сокращению попало около тысячи владимирцев. Они, к слову, организовали стихийный митинг у проходной предприятия. Судьба заводчан разрешилась в тот же день к обеду. Директор по персоналу пообещала, что людям дадут еще поработать два месяца. Вот видите, а вы говорите, пульс нет. Все по рабочим местам. А что, что, что решилось? Будет выдано повторное уведомление на два месяца еще. Так что все расходимся по рабочим местам. Позже стало известно, что в ситуацию вмешалась областная администрация, которая нашла нового инвестора. Деньги в предприятие вложила московская строительная фирма, которая создала на базе завода научно-производственный комплекс с таким же названием – автоприбор. Осенью руководство предприятия заявило о готовности наращивать мощности. Правда, спустя некоторое время начались новые сокращения. С какими итогами завод подходит к Новому году? И что ждет предприятие? Ответы на эти вопросы руководство завода предоставило в официальном ответе на наш запрос. Годовые обороты превышают полтора миллиарда рублей. В настоящее время в ООО «НПК Автоприбор» трудоустроено 823 человека. Среднемесячная заработная плата по заводу составляет 30,3 тысячи рублей. Дальнейший план, разрабатываемый инвесторами для завода – расширение производственной деятельности в существующем виде, а также создание новых продуктовых направлений. Следующая стратегическая цель – разработка и запуск производства новых продуктов, как в области автомобилестроения, так и по неавтомобильной тематике. С другим предприятием, по ком в этом году звонил колокол, стал Владимирский моторотракторный завод. Уйти в вынужденный отпуск заводчан ВТЗ попросили еще в октябре прошлого года. Все это время люди жили на две трети от голого оклада, а это 5-6 тысяч рублей. Работникам обещали, что на завод должен прийти инвестор, и их не уволят. Но обещания не сдержали. В июле 2018-го 300 сотрудников предприятия получили трудовые книжки и окончательный расчет. Вот так, без спасибо и особых церемоний, несмотря на то, что многие на этом предприятии отработали всю жизнь. Был у меня и 30 учеников, воспитывал я гидравлик, так что вот такие вот дела. А теперь приходим со слезами на глазах смотреть на наше предприятие, которое кряк. Мы не никакую пенсию заработали, от работы 38 лет я заработала 10 тысяч всего лишь пенсию. Мне хочется еще поработать, я на эти деньги не смогу прожить. Поддержать заводчан из всех представителей власти приехал только Владимир Сипягин. На тот момент он работал депутатом ЗАГС Собрания. По его данным, администрация региона пыталась найти инвестора. Состоялась поездка Алексея Владимировича Конышева в Москву. И там как раз разбирается вот эта проблема. Для того, чтобы а. найти инвестора, б. определить дальнейшую судьбу данного завода и, соответственно, сотрудников. Но в конечном счете 20 июля 2018 года стал последним днем для ВТЗ. А вчерашние работники некогда одного из градообразующих предприятий Владимира пополнили списки тех, кто стоит на бирже. На заводе проведена процедура банкротства. Продолжается подготовка к конкурсному производству. Сейчас идет оценка и скоро будут выставлены на продажу все имущественные активы ВТЗ. После того, как завод будет продан, придет новый инвестор. Этой информацией с нами поделились в Белом доме. Региональная власть в данном случае может являться лишь наблюдателем. Но как только придет новый инвестор, ему обещают всестороннюю поддержку. Валерия Саенко, Алексей Думнин, 6 канал. Большие изменения произошли и в системе городского общественного транспорта. В этом году вышел из игры один из крупнейших перевозчиков Владимира Бигавтотранс. Причем произошло это неожиданно. В одно прекрасное утро автобусы Бигавтотранс просто не вышли на линию. Удар пришлось взять на себя другим перевозчикам. И проблему решили, но осадочек, как говорится, остался. Также в этом году менялась схема движения некоторых автобусов. А на маршруты вышли десятки новых газомоторных машин. Оксана Любимова расскажет, что же мы получили к концу года. То, что на рынке пассажирских перевозок Владимира грядут серьезные перемены, стало понятно еще в конце лета. Тогда крупнейший городской перевозчик компания Бигавтотранс заявила о намерении к ноябрю отказаться от обслуживания востребованных пассажирами маршрутов 11, 14, 31, 25, 26 и 28. По факту уходить с них досрочно бегановцы начали уже в сентябре. А в начале октября пассажиры в полной мере почувствовали, что такое транспортный коллапс. Когда автобусы сразу четырех маршрутов совсем не вышли на линии. Из-за того, что руководство Бигавтотранса отказалось платить персоналу премии, водители и кондукторы объявили забастовку, а люди толпами стояли на остановках. Он нам в июне урезал зарплату. Согласились, люди еще работать остались. А сейчас он еще в два раза ее убавляет. Но за 15-16 тысяч, согласитесь, везде все растет, работать не будешь. Городским властям в срочном порядке пришлось вмешиваться в ситуацию и искать резервы, чтобы восстановить работу городского транспорта. На линии вывели автобусы других крупных перевозчиков компании АДМ и Владимир-пассажир Транса. Нам пришлось в срочном порядке пересматривать графики движения, пересматривать графики проведения текущих плановых ремонтов, вывести абсолютно весь подвижной состав на маршруты, которые обслуживает компания АДМ. Причем усиливались маршруты, которые имели пересечение на большей дистанции с бигановскими маршрутами. Плюс мы очень резко сократили паузу отстоя на конечных остановках. В итоге из городской транспортной схемы из-за невостребованности совсем исчез маршрут номер 31. Остальные маршруты, от которых отказался Бигавтотранс, мэрия выставила на конкурс. Право на обслуживание 11, 14, 25, 26 и 28 автобусов выиграла компания АДМ. Смена перевозчика совпала с ремонтом Пекинки и моста на Южном объезде. Автобусы вместе с остальным транспортом встали в пробках. Общественные приемные и диспетчерские разрывались от возмущенных звонков жителей. Транспортное управление мэрии тогда открыто заявило. Жалобы людей обоснованы. Автобусы постоянно выбиваются из графиков, особенно в часы пик. Маршрут 24С в пути. Автобусы находились в среднем около час 40. При плановом времени час 05. 21С вместо положенного час 18 в пути автобус находился час 50. Чтобы сокращать интервалы в условиях пробок, диспетчерам АДМ в ручном режиме приходилось регулировать графики движения автобусов. А для обеспечения бесперебойной работы транспортной системы города новый перевозчик серьезно увеличил автопарк. Сейчас на линии выходит 150 машин, в том числе 100 газомоторных волгобасов и 10 машин повышенной вместимости так называемых гармошек. Подвижной состав на многих маршрутах увеличился, а интервалы движения сократились. За декабрь месяц мы постарались сократить интервалы движения на 7 маршруте, на 20 маршруте. Думаю, что до конца месяца компания получит еще от 5 до 7 единиц техники, которые будут закрывать те потребности, которые высказывают нам граждане, звоня нам по телефону горячей линии. Вместе со сменой перевозчика в уходящем году во Владимире поменялись и схемы движения ряда городских маршрутов. Причем власти, прислушиваясь к мнению жителей, не раз вносили коррективы в городскую транспортную сеть. Например, маршрут 18С сначала стал ездить из микрорайона Лесной на улицу Балакирева. Причем не по Горького, а по Мира. Людям это не понравилось, и автобусы на улицу Горького вернули. Правда, не до ЮЗ-8, как раньше, а только до Рябинки. А у жителей Балакирева появился новый автобусный маршрут номер 2. Он связал эту улицу с Добрым, причем автобусы ходят через промзону на Тракторной. Правда, пока он работает в тестовом режиме. Жителям энергетика тоже добавили еще один маршрут номер 29. На нем можно добраться через улицу Горького до остановки Плавательный бассейн. А привычный 21С теперь едет через промзону на Тракторной. Кто работает в промзоне, всем нравится. И молодежи нравятся. Мегаторг люди ездят, молодые, вечером ездят. Так что всем нравится. То, что дополнительно пустили, молодцы. Это, конечно, очень хорошо, потому что про это разговор вели. Вам стало удобнее выбираться? Конечно. А куда вы обычно ездите? Ну, мы обычно на поле едем, вот через рынок, вот восемьсотку, очень хорошо. Еще один плюс изменений в работе общественного транспорта – включение всех новых маршрутов компании АДМ в единый проездной билет. А это значит, что поездки с пересадками стали обходиться жителям дешевле, чем раньше. А уже в следующем году в городских автобусах и троллейбусах должна заработать безналичная система оплаты проезда. Не обошлось в этом году и без подарков городу. У Владимира появился настоящий светомузыкальный фонтан. Он украсил театральную площадь. И по вечерам в теплое время года там собирались горожане, чтобы посмотреть на представления. Распахнули свои двери в уходящем году новые школы на юго-западе Владимира и муниципальный Ледовый дворец. Теперь там бесплатно занимаются юные владимирские хоккеисты и фигуристы. О самых ярких открытиях уходящего года напомнит Маргарита Махрова. В уходящем году во Владимире появился муниципальный Ледовый дворец. Его строили чуть больше года и подарили городу на день рождения. Цена дворца почти 400 миллионов рублей. Финансирование шло из бюджетов разных уровней. Название «Владимир» для дворца выбрали сами жители. Площади оборудования позволяют проводить на площадках комплекса сеансы массового катания и ледовые представления. И главное, теперь здесь бесплатно тренируются воспитанники спортивной школы по хоккею с шайбой и фигурному катанию. Их более 400 человек. Сейчас, на наш взгляд, потребность родителей и воспитанников в занятиях удовлетворена. Им предоставлено время в общей сложности 45 часов в неделю для двух отделений фигурного катания и хоккея. Но здесь более комфортно. То есть тёплый каток, льда. У нас здесь качество льда очень хорошее. Жаловаться не приходится. Постоянно производятся заливки льда. И он помягче. Долгожданным событием для владимирцев стало открытие новой 49-й школы в микрорайоне 8 ЮЗЭ. Строить её начали три года назад. Здание масштабное, состоит из четырёх корпусов. Для занятий начальной школы предусмотрен отдельный блок. На завершение строительства из федерального бюджета выделили 432 миллиона рублей. 1 сентября 2018 года школа открыла свои двери для 932 учеников. Волнуюсь немного. Хочется узнать, какая школа, как тут всё. В общем, радостный, хороший настрой. Новому учебному заведению присвоили имя общественного и государственного деятеля, нашего земляка Михаила Спиранского. Всего школа рассчитана на 1200 человек. Юго-западный район густо населён. Активно вводятся здесь и социально значимые объекты. В микрорайон 8 ЮЗЭ он порядка 56 тысяч жителей насчитывает. Дома все заселены. Только за последние годы два детских садика, знаете, новых здесь введены. Поликлиника и сейчас ещё одна вводится в этом году. И вот этот вот школа здесь с утра до вечера уже дети. На театральной площади в этом году презентовали сразу два новых объекта. Необычный светомузыкальный фонтан построили здесь всего за 4,5 месяца на средства спонсора. Общая сумма проекта 96 миллионов рублей в основе концепции «Умного фонтана». Изначально предполагалось, что этот фонтан будет круче, чем в Петербурге. Мы с вами видим, это 5 разных решимов, это 8 разных контуров, это 114 трубочек, это 14 метров в диаметре. То есть, ну, грандиозные сооружения. Фонтан оборудован видеолазерной установкой и рассчитан на разные музыкальные режимы. От детских шутих до программ, во время которых звучит классическая и популярная музыка. Для Владимирцев открытие фонтана стало настоящим подарком. Настроение прекрасное, красивый фонтан, прекрасная музыка. Прошло меньше месяца, а возле драмтеатра снова собрались гости. В этом году областной театр драмы отметил свое 170-летие. В честь юбилея служителям Мельпомены подарили памятник провинциальным актерам. Он представляет собой двух героев знаменитой пьесы «Островского лес», актеров «Счастливцева» и «Несчастливцева». Автор композиции – известный Владимирский скульптор Игорь Черноглазов. Вот это вот молчаливые мечты о театре, который они хотят построить свой театр и играть с ним. Вот это вот хотелось показать как раз. Именно через счастливое молчание и какое-то задумчивое, трагичное. Новый 2019 год, к слову, объявлен в России годом театра. А это значит, что владимирцев и гостей города ждет много интересных культурных событий и новых открытий. Маргарита Махрова, 6 канал. Таким нам запомнится уходящий 2018 год. Завтра в 19.00 смотрите наш праздничный выпуск. Его для вас проведут мои коллеги Валерия Саенко и Никита Каргаев. А я прощаюсь с вами до Нового года и желаю, чтобы в ваш дом приходили только хорошие новости. До встречи. Небольшой снег. Столбики термометров покажут минус 8, минус 9 градусов по Цельсию. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров рдутного столба. Влажность воздуха 88%. За шубой только 6 дней. Во Владимире работает праздничная новоторжская ярмарка. Это крупный российский производитель и большая выставка продажа натуральных шуб. Для вас мутон, нутрия, каракуль. Российская норка премиального качества. Праздничные скидки, подарки. За шубой на новоторжскую ярмарку. Во Владимирский экспоцентр с 3 по 8 января. Редактор субтитров А.Семкин